Мойка страстно потёрлась об моё лицо своим. Страстно потрусь о сок. А ты когда-нибудь хотел побывать на днище? Например, на канале Сунов Днище? Ребята снимают настолько смешные ролики, что, честно говоря, мне немножко стыдно признаться, но... Все деньги с партнёрки ютуба ушли на покупку новых трусов, потому что я обосрался от смеха. И обосрался, в общем, ребят снимают так смешно, что... Нормально. Они снимают разные игры, в основном Warframe, что-то снимают по Fortnite, то делают смешняшки. Так что я советую вам, ребята, обратить на них ваше пристальное внимание, потому что... Иначе вы потеряете очень многое. Но я думаю, что я сделаю следующее, серьёзно. Это просто необходимо. Ссылка в описании! Контент прямиком со дна, забавные моменты и просто угар. У нас нет смысла логики и структуры. Ролики выходят, мы сами не знаем когда. Мы просто снимаем трэш в надежде, что вам понравится. Заинтересовало? Нет. В любом случае, тебе стоит зайти на наш канал, чтобы оценить обстановку. Ну и узнать, что здесь вообще происходит. Сын и днище. Ныряй к нам нау. Извините, ребята, просто у меня случился приступ соковой одержимости. Спустя несколько часов мы добрались до продолжения поломанного мира, ребята. И, как я уже говорил, я марафоню. Теперь видео будут выходить как раньше. Как бы две середоки в день и остальное, и что-то новое. Евген, наконец-то, взялся за писюн и идёт... Простите, бой. Поломанный мир. Вы скидывали мод про Нацуки. Очень хочу продолжить играть. По-моему, подписчица по имени Виктория скидывала мне его в ВК. И я очень хочу поиграть в этот новый мод про Нацуки. Потому что Нацуки это один из ваших любимых персонажей. Я, конечно, Нацуки вертел на хую, но какая разница. Спустя несколько часов мы добрались до хуя Нацуки. Ладно, я тоже... Я люблю Нацуки, ребята. Понимаете, я люблю Нацуки. Я говорю это... Я, конечно, говорю, что я вертел Нацуки. Неважно, но... Я всегда тепло относился к Нацуки. Ну, к персонажу. Ко всем персонажам вместе взятым. А еще я думаю, что надо поставить лайк за Нацуки. Разъебем кнопку лайка вместе. И уничтожим ее, как я уничтожаю свое кресло. И сегодня я сном холлой. Еще у меня мило спит котик, но он сейчас уже не спит. Потому что я видео записываю. Мы на месте, Евгенчик. Раз уж мы пришли, давай приступим. Так, очень интересно. Тут какой-то карьер, мусор и какой-то фуркон. Чем тут можно заняться? Естественно, жестким сексом под хард-рок. Вон там находится небольшой домик, в котором будем только... Ну, я так и знал. Все, ребят, все, я угадал. Ставь лайк, если думаешь, что я угадал. К тому же уже ночь. Что еще лучше? Так что давай в нем проведем всю ночь. Вместе. В одной кровати. О, да! Что это было, Евгенчик? О, нет, нет, ничего. Это из моей попки вырвалось. Я слежу за тобой. Ладно, давай заглянем в домик. О, классный эффект, кстати. Реально круто выглядело сейчас. Вот это мне прям понравилось. Мы не успели мы опомниться, как начался танец зайчика. Танец зайчика. Не успели мы опомниться, как день подошел к концу. К чьему концу? Вот чем вопрос. С нетерпением, что начало пешего дуризма завтра. Да, ребята, я немножечко икаю, и я буду икать до конца этого видео. Готовы ли вы к этому? Мы вместе зашли в домик. Жаль, что у Моники так мало одежды. Но у Моники мало одежды. Это интересно. Мы залезли в спальный мешок. У меня вопрос. А почему они залезли в спальный мешок голые, ребята, или не голые? Потому что если не голые, это все хуйня. Хватит пукать рту. Моника начала разговор. Эй, Евгенчик, мне с тобой сегодня было так весело. Особенно было весело у тебя в спальне. Ой, мне тоже. Как думаешь, мы займемся этим еще раз? Ничего не обещают. Монике им понравилось, все ясно. Понимаете, она не хочет ебаться с Евгенчиком второй раз. Ей не понравилось, все понятно. Все понятно, она не хочет со мной ебаться. Котя, ты хочешь со мной ебаться? Я вот спит ему пихаю. Я думал, что я смогу заняться сексом со своим котом. Шучу. Хе-хе-хе, конечно, займемся. А, она меня наебала! А-а-а! Прикольно. Когда-нибудь. Твою мать, она просто рофлит с меня. Меня это устраивает. Блядь, Евгенчик, на что ты соглашаешься? Она просто тебя динамит. Ну ладно, я очень тебя люблю, Евгенчик. Ты для меня все. О, а мне до тебя насрать! Ах-ах-ах-ах! Блядь. Мешно было, да? Ты просто чудо! А, что я говорю? О, иди сюда! Мы поцеловались перед сном. Мы начали жестко сосаться, лапая друг к другу за наши гениталии. Спокойной ночи. Спокойной ночи, любимый. Спокойной ночи, дорогая. Вычилочку выключателя. В моем приложении Philips Hue свет погас. Мы прижались друг к другу в нашем спальном мешке. Я чувствую тепло ее киски. Ее, о, гожа такая мягкая, как будто я в раю сплю. Она закинула на меня свою левую ногу. И неожиданно меня посмотришь. Знаете, я представляю, что она закинула левую ногу на плечо. То есть вот мы лежим, и просто она как карабан загибает ногу на 180 градусов на меня. И я такой, блядь, пиздец. С кем я, блин, живу? В спальном мешке, в каком-то лесу на свалке. Не могу сказать, точно являлся ли тот день для меня лучшим. Клянусь, этот день самый лучший. В моей жизни. Зачем ему на этом кончать? Моника и я смотрели друг к другу в глаза, как будто заглядывая друг к другу в душу. От души душевно в душу. Делать бы мне так пролежать целую вечность. Я смотрю в ее изумрудно-зеленые глаза. Так вот, как выглядят ангелы. Ой, спасибо, милый. Наши лица были близко друг к другу в нашем теплом спальном мешке. Все, что я видел, ее красивая ебала. Это рай, которым заправляет Моника и ее наркогартель. Знаешь, если бы я была ангелом, ты был бы богом, любимый. Ой, почему же? Потому что, Евгенчик, ты мой... Моя секс-машина. Как Богдан Титамир. Ты был рядом со мной все это время. Время. Как Скотт Степп сказал в великом раз... Кто такой Скотт Степп и что такое великий разрыв. Ладно, я, пожалуй, пойду. Шестислойная септическая упаковка Тетропук. Интересно. Я до сих пор рукаю. Ты освободил меня, чтобы я жил своей жизнью. Кстати, ребята, очень хочу пойти на фильм Небоскреб. Прям жутко. Не знаю, когда он выходит, не помню. Но очень хочу сходить на этот фильм. Как вы думаете, фильм будет нормальный? Или ху-е-та? Напишите в комментариях, что вы думаете и пойдете ли вы на фильм Небоскреб с вот этим чуваком. Ну, лысым. С лысым. И теперь я с тобой хочу выжить в великом разрыве. Да, да, освободил меня. И-и-и-и. Ладно, время уже позднее. И-и-и-и. Спокойной ночи, любимый. Спокойной ночи. И-и-и-и. Любимая. Наконец-то мы уснули. Что же будет дальше? Что принесет новый день? Мы приезжались друг к другу, обмениваясь теплом. И вот мы уснули в объятиях друг друга. Я наслаждался каждые секунды этого момента, и я погрузился в сон. Я, кстати, тоже с кем-то сплю лучше, чем один-один. Я вообще просто не могу. Я наслаждался. А, да. Ну, все. Мы уже погрузились в сон. Утро. Я медленно открыл свои глаза и заметил, что у Моники уже встала. Ну, конечно. Подумал я про себя. И Кота, кстати, прошла. Она уже кончила готовить завтрак. Я не знаю, где они в этой халупе готовили, в этой залупе. Где они там завтрак приготовили? Вот здесь, что ли? Где там можно готовить завтрак? Даже не трейлер из Life is Strange. Это трейлер Фрэнка, где он готовил свои собаки-пумпиду-стейки. Она ведь, правда, чудесная вторая половинка, о которой можно только мечтать. Запах просто феноменальный. Доброе утро, любимый. Доброе утро, любимая. Что бы ты там ни готовила, пахнет так, как будто кто-то пукнул. Спасибо, Евгенчик. Это я пукнула. Ты такой добрый. Нет, это ты добрая. Ты готовишь для нас чудесный завтрак. Ты просто чудо, дорогой. Как бы ты ни было, завтрак готов. Здорово. Мне кажется, это какое-то негласное продолжение мода Our Time. Помните, вот этот мод, один из первых. Даже не один, а самый первый мод, который я снял на канале. Он был чисто про Монику. И он был очень-очень классный. Реально сейчас что-то... Ну, не знаю, тут слишком как-то не слащаво, но как-то слишком, не знаю, бытовухой начало вонять. И мне это не очень нравится. Как с Нацуки. Помните, когда там мы ходили, прописку ей делали. И реально я сидел и был такой, господи, что будет дальше? Слава богу, что мод делать дальше, как я понял, не стали. Потому что реально он зашел в абсолютный тупик. Дальше они там, наверное, планирование беременности должны были начать уже делать. Здорово! Моник и я сели за стол в домике и принялись за жаротву. Время жаротвы! Конечно, домик был очень маленький. Но в нем было просторно и тепло. Особенно внутри нашего спального мешка. Но все равно мы взяли стул и начали есть за столом. Ну, я хорошо постаралась. Здорово, очень хорошо, классно, но мне интересно. Давайте так ответим. Зачем нам нужно ездить, и мы находимся в игре? Извини, я обожаю твою готовку, но все-таки зачем нам есть? Ой, довольно интересно. Игра осталась на месте, и некая система. Она сообщает мне, что я должна есть, иначе не смогу что-либо делать. Полагаю, этот мир такой же реалистичный. Да, наверное. Думаешь, будет лучше, если я выведу систему из строя? Не, я почти наш, что решил проделать такую работу, чтобы избавиться от нее. Но мне нравится готовить, если честно. А если продукты в игре кончатся, что будет тогда? Вы об этом не думали? Как тебе такое, Илон Муск? Мне тоже нравится твоя готовка, так что не вижу причины сбавляться от системы. Да, оно того не стоит, любимый. С другой стороны, у меня уже есть все, чего мне хотелось. Все, кроме возможности оказаться в твоей реальности. Уверена, однажды ты найдешь способ, и тогда мы будем всегда вместе. Жду с нетерпением этого момента. Мне кажется, сейчас все одинокие парни такие, поскорее бы. Это будет самый лучший день в моей жизни. О, и в моей тоже. Жду не дождусь. Похоже, мы уже успели немножечко кончить. Это было быстро. Это был быстрый сээээээээ. Ну, блин, как же это было вкусно. Монька встала со стула и показала мне интересный жест рукой. Интересный жест? Монька показала интересный жест рукой. Вся грязная посуда в один миг стала чистой, как говно. Воу! магия у всех сказал это вслух и магии тень не будет магия говоришь по правде говоря это всего лишь кодинг представляешь я разучил все виды небольших хитростей ладно дорогой готов исследовать окрестности до м сделаем это мы перешли через улицу к тропинке мы уже оказались в глухом лесу мы шли всего несколько наносекунд ух ты утро пейзаж такой красивый а он всегда такой чудесный еще бы евгенчик здесь очень красиво да красиво что мы перестаем дышать скажи это еще раз еще раз я не в буквальном смысле дура его на я не знаю мне просто нравится дурачатся мне нравится рофлить тебя и рассказывать тебе тупые анекдоты про сашку вы мне тоже нравится не переживай кстати не то чтобы мне не нравилась ваша школьная форма но он почему-то не переодеваешься по правде говоря это смешная история настолько смешно я пыталась переодеться несколько раз к была дома но не смогла похоже мир не хочет чтобы я носила милую одежду возможно вскоре найдешь дыру в системе тогда я переоделась во что-нибудь эротическое ну а пока я надеюсь на тебе нравится моя школьная форма она выглядит как дерьмо пока мы гуляли вместе мы как обычно прекратили разговор просто мучеку который делал этот мод было лень перерисовывать одежду моники ну что тут можно сказать хуе то моего взглянула на меня несколько раз причем сделал это максимально похотлива наверное думает о чем-то похотливом это так мило с ее стороны как будто она восхищается но и она протянула мне свою руку помощи ой осанности возьму тебя за руку любимое мы продолжили идти по тропинке обращая внимание друг на друга и на природу и рука такая мягкая на таких же размеров как и мой член мойка взглянула меня в глаза и мило улыбнулась от этого я чувствую себя лучше так тебе нравится находиться в лесу о я терпеть не могу природу но с тобой хоть куда деревья пицца и прохладный газировка вишневая аскания я мог бы остаться с тобой здесь навечно любимая ведь мы сидим в макдональдсе а возможно в кфс я тоже какая красота а почему ты говоришь о себе моника и и и ты всегда знаешь что сказать евгенчик и настолько милый как ты ухты посмотри как далеко мы ушли по этой тропинке это потрясающий евгенчик о это уж точно любимое от пиздец мне так не терпится побывать с тобой где-нибудь в будущем позволь мне рассказать один секрет дорогой готов услышать о да ну я тут над кое чем работа к сожалению на этот раз я рассматривал код игры ну это не может продолжаться после сегодняшнего в какой-то причине это именно так с другой стороны я выкладываюсь на полную чтобы это исправить то есть мой к нам по сути говорит что это последний мой день вместе с ней я думаю мы должны потрахаться раз на спасли наш последний день она просто обязана заняться жестким сексом и тогда мы сможем продолжить наши приключения быть вместе навеки и мне это по нраву золотая чаша золотой а здорово я польщина что ты хочешь проводить больше времени со мной евгенчик то есть я это уже заметила просто когда я вижу сколько времени ты уже провел со мной а так счастлива это именно то чего ты заслуживаешь моя моника понятно счастье моника прикусила губу и сделала это так эротично что у меня немножечко привстал и и я знал бы то как трудно сопротивляться этому желанию погибаться в кустах ну иди сюда моника страстно потёрлась об моё лицо своим так давайте я страстно потруся сок она смотрела мне в глаза около минуты прежде чем начать а что она начала делать посмотрев мои глаза около минуты я почувствовал как губы моники коснулись моих губ в губ почта россии они всегда такие мягкие я осознал что она сильно покраснела как рачок каждый поцелуй казался вечностью если бы каждый поцелуй был таким ну это можно устроить стоп что постой ты кто не удивлен что ты не знаешь меня я верный помощник моники меня зовут bioactive games def так ладно и что дальше извини перейдем сразу делу то что я имел ввиду под тем что я верный помощник пока ты находили находился по статье моники она начала проводить кое-какие эксперименты благодаря этому я нашла и нашла меня нового кодера того кто готов помочь всем она обратилась ко мне за помощью что самое странное она просил меня помочь и вернуть все что осталось от ее мира в течение нескольких месяцев моника я встречались за дня в день моника изменяла мне с этим чуваком ребят я не могу поверить что моника предпочла его мне я не верю может быть это все из-за вот этой зеленой воронки я не могу это объяснить мы вместе работали день и ночь чтобы передать передать тебе этот мир день и ночь они работали конечно да он ебал ее на всех не знаю столах и и шкафах конечно он еще не завершён моника и я хотели передать тебе что-то более качественное мы работали над исправлением глюка со временем поэтому нас двоих в жизни будет еще больше приключений у вас двоих что скажешь евгенчик огромное спасибо за твой усердный труд я все еще немного в растерянности вот что скажу ох тогда разъясню вкратце когда находился в пустоте моники моника обратилась ко мне с просьбой справить ее мир чтобы ты и она могли быть вместе сначала я подумал персонаж из видеоигры разговаривает со мной должно быть я ебанулся тогда решил ущипнуть себя за сосок я не проснулся только произнес как бы то ни было за прошлый месяц мы починили мир и теперь вы вдвое можете быть вместе и даже потрахаться это мой тебе подарок подаван и совсем скоро я принесу тебе еще один так что ну чё скажешь евгенчик вернешься или ты что побольше поболтать с бедный мульик погоди я перенесу ее в эту небольшую карманную вселенную вот евгенчик как погляжи ты познакомился с биоактивным теперь тебе он нравится он крутой человек я не знаю каково мое отношение к нему ну неважно он свел нас вместе поэтому я считаю его крутым огромное тебе спасибо био йогурт моника поцеловала биоактив щечку твою мать я начинаю ревновать моника с каким-то биоактивом блин там практически трахнула его в рот языком я заметил что это просто благодарность эй да без проблем моника надеюсь вы двое оторветесь по полной но если не брать вращать проблемы со временем биоактив и я продолжаем упорно снимать порно работать над этим конечно мне бы очень хотелось не хотелось прощаться иди сюда малыш моника подарила мне долгие страстные поцелуи при этом рука ее играла с моими яйцами и членом просто схватила меня за рубашку и потянула к себе и разорвала ее на две части одну продав на алиэкспресс а другую через жум ладно любимый у нас осталось всего несколько секунд до взлета нашего авиалайнера и пока ты не ушел я просто хочу чтобы ты знал что я люблю тебя я тебя очень люблю моника я тебя тоже люблю м я еще вернусь что не дождусь твоего возвращения скоро увидимся любимый все поход сломалась спасибо за игру вот от биоактив актив games команда биоактив автор музыка кодинг истории как там скорее всего потом что-то будет сейчас нужно переждать и начнется день как я и говорил продолжение следует прошли мы прошли поломанный мир ребята добро пожаловать в реальность что же ребят всем спасибо за просмотр с вами был и вун и надеюсь вам понравилось то что вы видели если вам не понравилось ну идите нахуй и мы увидимся в следующем моде который выйдет скоро если будет продолжение поломанного мира пожалуйста напишите мне смс очку на номер 7 9 5 5 8 9 0 37 28 и вы обязательно я шучу пишите мне в вк и вообще добавляйтесь в контакт подписывайтесь на мой инстаграм подписывайтесь на мой хуй и всем спасибо за просмотр с вами был и до следующего мода который выйдет надеюсь сегодня успею выпустить еще одну серию под новому моду про нац суки до и и и и и